Доброе, насколько это время суток, пришел, оказался интересный вопрос, мы говорим в будни три раза в день молитва, которая называется Шмунайсере, 18, там было изначально 18 благословений, сейчас 19, я не буду в это вдаваться, но эта молитва в основе своей составлена последними пророками Альшек Настегдула и большими мудрецами, и Нациф говорит, что в ней заложены очень глубокие каванот и судот, секреты, и в имена Талмуда Шмуэля Катан добавил 19 благословения. Вопрос был такой, седьмое благословение в Шмунайсере, мы говорим в конце, Баруха Таашем Гуэль, в настоящем времени Гуэль Исраэль, избавляющий еврейский народ Израиль. О чем идет речь? Теперь, если вы мне скажете, что речь идет о мессианских временах, то мы же потом говорим Ткабе Шуфар Гадоли Херутэйну Затурби, символически в Великий Шуфар, то есть начни мессианские времена, мы говорим Микабет Снитхея Исраэль, собери изгнанников всех евреев в Эрцисраэль, мы говорим Шива Шуфтэйну, верни Сан-Ядрин, да, Ваишей Саэлю Тфилатам, да, огненные жертвы, то есть восстановление храма и т.д. и т.п. То есть все компоненты избавления, а мы о них говорим потом. О чем идет речь освобождающий еврейский народ? И, казалось бы, до этой молитвы мы сказали, есть такой смехут геулалитфилав, нужно соединить молитву с избавлением, мы сказали Баруха Таашем Гаалесаэль. Мы знаем Всевышний, избавивший еврейский народ. О чем идет речь? Кроме этого, я бы даже усилил этот вопрос, потому что мы знаем, что есть три благословения в начале, в которых мы восхваляем Всевышнего, и три благословения в конце из восемнадцати или, как бы скажем, девятнадцати, да, сейчас, которые мы благодарим Всевышнего, а серединное благословение мы просим, да, просим его о чем-то. И часть, вначале идут просьбы личного характера, да. То есть, дай нам, так сказать, оставь нас в своем уме, скажем так, простым образом, да. Дай нам удел в нашу вторе, прости нас, дай нам сделать чуву, помоги нам, да. И да, да, и тп, дай нам здоровья, хотя, кстати, мы сейчас скажем, что Рефаину, это Вани Рафея, это просук из прауков, который говорит именно о душевных, о, так сказать, духовных проблемах, извините, не духовных, не душевных, а духовных проблемах, а не материальных, не физические, не дуги. И ты дай личные просьбы, почему же вот это благословение об избавлении, казалось бы, находится в этих личных просьбах, и почему именно это именно седьмое благословение. И я буду использовать две книги, обе написанные школой учеников Рава Шемшона Рафаэля Гирша, одна из них называется Юн Тфила Рав Шваб, которая называется Бюрей Тфила. Да, и они говорят следующую вещь, которая мне казалась очень интересной, что есть большая разница, что то, что мы сказали до молитвы Гаал-Исраэль, да, это упоминание выхода из Египта, который является корнем избавления. Как Египет является корнем Галута, выход из Египта, сейчас у нас Песах, является корнем избавления, как я уже говорил, Маораль говорит, что поэтому Всевышний лично поразил первенцев и вывел нас из Египта. Лоли да и Шалех, Лоли да и Сараф, Лоли да и Малах, не через посредник конького ангела, а сам Бехвудовый Ацмо, как говорит Агада, сам лично, насколько это мы можем понимать, потому что все, что делает Всевышний как бы Бехвудовый Ацмо, не ограничено временем. Поэтому для Всевышнего никакой разницы, что было 3300 лет назад или будет через 200 лет, у него не существует времени. Мы не можем это понять. Я бы, так сказать, был бы не совсем искренен, если бы я бы сказал, что я понимаю, как это существование вне времени. Я могу это интеллектуально, так сказать, постараться понять, но я не могу это прочувствовать. Но для Всевышнего нет времени. И поэтому будущее избавления существует так же, как избавление из Египта, как, так сказать, time capsule, да, как машина времени в некотором смысле. И поэтому корень избавления уже существует. Это, так сказать, первая браха. Но что же тогда говорит в настоящее время избавляющий, да, go-el, это или простое время, как говорят, да, present, да, или, как называется по-английски redeems, то есть каждый день избавляет нас, да. Или is redeeming, continuous, present, continuous, то есть называется по-английски избавляющие, так сказать, продолжительное действие. Да, вот сейчас он нас избавляет, это продолжительное действие в настоящем времени. Что же это, о чем идет речь? Какая разница? Если бы только сказать, что да, был выход из Египта неограниченным временем, корень избавляющий, а что нам добавляет это благословение? И бюро Этвилла говорят, что тот, кто сказал в прошедшем времени, не go-el, а-ga-al, israel, с алифом, а-ga-al, israel, избавил нас, он не, он не засчитывается это благословение. О чем же идет речь? Речь идет об очень интересном феномене, мне показалось, что очень интересно. Как вы правильно сказали, казалось бы, что значит избавляет нас? Он планирует привезти Машеха и собрать изгнанников, установить цингедрин, но это все мы говорим позже в других благословениях. О чем же здесь идет речь? Потрясающая вещь. Во-первых, почему это седьмое благословение? Потому что наше полностью, так сказать, наше избавление расцветет в седьмое тысячелетие, да, такая уж кеназская традиция. Это первая идея. Вторая идея – это то, что потрясающая речь не идет непосредственно о приходе Машеха, собирании изгнаний, не то, что сказано от кабышев аргадольных и лутейна, восстановления храма и всего-всего остального, что написано в следующих благословениях. А речь идет об очень интересной вещи, то, что Раф Шваб называет «митсраем шиба хольем». У каждого человека есть какие-то проблемы, да, там, я не знаю, проблемы с парносой, да, с какими-то финансами, проблемы в семье, проблемы любого характера, здоровья там, любого характера, то, что на него особенно давит, это называется «митсраем шиба хольем». И вот об этих личных проблемах идет речь. И когда человек преодолевает препятствия или просит Всевышнего о помощи и преодолевает какие-то препятствия, трудности, то это называется геулапротит. Лично его, он вышел из своего маленького личного Египта. И вот об этом идет речь. И мы сказали, ну, замечательно, там проблема решилась. Но на самом деле, когда мы просим Всевышнего нам помочь, и он освобождает нас из нашего маленького Египта, особенно речь идет о духовных вещах и приближает к себе, ну, а физических тоже. На самом деле, большое избавление складывается из большая геулла, складывается из маленькой, может быть, не такой маленькой, частной. Геулла клалит, муркевит ми геулапротит. Да, такая идея, что общее избавление, она сумма, она, так сказать, общая функция частных духовных и физических избавлений. Мне кажется, это интересная идея. Спасибо за вопрос. Продолжение следует...